Так, ну что, опять ранний подъем, опять время 6 утра, я поспал всего час, и сейчас я еду встречать Алину с аэропорта! Короче, она уже больше месяца находилась в России, и этот месяц я жил сам, для меня это был ад, я не привык находиться один. Фух, я очень рад, что я еду ее встречать, мои эмоции, они зашкаливают. Ура! За этот месяц я устроил себе немного челленджей, где-то 3 недели назад я решил, что я буду бегать каждый день минимум 3,5 километра. Также я делал упражнения на пресс по своему любимому приложению, он так и называется пресс, по-русски, либо apps, A, B, S, по-английски. И ходил в зальчик, скинул я где-то 6 килограмм, думаю продолжать дальше, в том же духе, по питанию, как минимум, и по тренировкам. Возможно, бегать стану меньше, потому что у меня уже нога разболелась, без того, что я бегаю. Что касательно бизнеса, он был на паузе, потому что не было финансов для перезапуска, на рекламу требуется там 600 долларов в неделю, это минимум. Поэтому сейчас я вот жду еще пару платежей, ну в общем посмотрим, потому что нужно еще купить какую-то мебель домой, и очень сейчас накладно получается. Вот, такие новости из последних, все, я мчу, встречай. Я приехал в аэропорт, какая-то дичь творится, парковка, она по прибытию, она переполнена. В шарже все так устроено, что встречающие не могут заходить внутрь аэропорта. Хорошо, что на улице нормальная погода. Вот так все это выглядит. Короче, надо где-то спрятаться и ждать. Прикольно, что тут на меня все смотрят, я с кокосом, выделяюсь из камеры еще. Вообще таких персонажей не бывает, одни качапури какие-то. Пытаюсь не негативить, но меня бесит люди, которые просто пристально на меня пялятся, просто как обезьяны какие-то. Или я как обезьян с кокосом. Я стою, там, значит, потею на улице под жарой. А здесь, оказывается, есть такая зона, где можно с кондиционером сидеть в комфорте и ждать. Ой, нога болит. Будем ждать здесь. Кстати, отсюда открывается отличный обзор. Ты видишь, кто выходит. Да, я все еще жду. Кстати, здесь пончики продаются. И вот, как начал соблюдать какое-то питание безуглеводное, мне меньше стало хотеться есть всякого говна. Вообще, конечно, они выглядят симпатично. Я бы с чайком с радостью бахнул бы парочку. Но вот прям так, чтобы сорваться и купить, не. Сейчас идем встречать. Идем встречать. Субтитры сделал DimaTorzok Поехали отсюда. Быстрее. Ой, это капец. Я думал, ты уже не выйдешь сегодня. Я просто так задолбался ждать. Серьезно? Потому что я приехал ровно через 7 минут или 9, как ты приземлилась. Да ты че, офигеть. Ах, ах. Это же моя любимая дочь. Это тебе с почином, что ты начала учить арабский язык. Закрыл специально? Я тут буду спать. Я просто обязан это записать. Когда огурец, вот эта вот женщина привезла. Из кривяночки. Из самого сердца помидорной родины. И там выращивают тоже. Привезла огурец. Привезла огурец. Но это просто, просто послушайте этот звук. Здесь таких огурцов не бывает. Остальное я ставлю на завтра. В общем, я сейчас еду смотреть машину. Скоро расскажу, что за тачка. Я приехал покупать вот эту машину. Выглядит вообще прикольно, да? Значит, один мой знакомый. Он занимается продажей автомобилей. Короче, суть в чем. Меня попросили посмотреть машину. Если с ней все окей. В принципе, она адекватная. На ней можно будет нормально, спокойно ездить. То мы покупаем эту машину и отправляем ее. Какая выгода с этого мне? За каждую продатую машину, которую я посмотрю, допустим, которую я куплю и отправлю, я буду получать свой процент. Вот такая вот машинка. Стоит на рынке здесь 77 тысяч дирхам. Переводите в свою валюту через Google, да? И будете понимать цену в вашей валюте, в вашей стране. Сейчас мы приехали на диагностику. Вот какие-то гаражи. Сейчас машину будут поднимать, тестировать бортовой компьютер. Будем смотреть, что там снизу, есть ли какие-то у нее проблемы. Машина привезена из Америки и она была ударена. Она была как бы в аварии. Поэтому машина из Америки. Стоит она немного дешевле из-за того, что она тоже была битая. Будем торговаться и если сойдемся на цене, то буду покупать эту тачку. Ставьте лайк, кому понравилась машина. Честно говоря, я в ней проехался вчера. Я не заметил какой-то особой разницы между Митсубиши и Лансером. Я даже в своем Педжерике как-то чувствую себя именно вот типа в машине, в машине. А здесь, ну, машина и машина. Ну, типа тут а-ля прикольный салон. Но, как бы, кожей обделанный салон. Все. Чтобы я какую-то там почувствовал изюминку, какой-то кайф в этом, я, честно говоря, не понял. Так или не так, неважно. В общем, посмотрел машину. Ну, в целом там были какие-то косяки. Царапки какие-то, потеки, покраски. Ну, машина была в аварии. Но по цене мы не сходимся. То есть, заказчик, который хочет, которому человек, которому я помогаю, он хочет купить ее за 70 тысяч дирхан. Но они хотят продать ее вообще за 75, они сказали, их последняя цена. А с нашей стороны, как бы, последняя цена 70. Поэтому, как бы, не сошлись. Я сказал, окей, если вы, ребята, передумаете и захотите все-таки продать эту машину мне, то наберите, конечно. Поэтому машину я пока не купил. И все, еду домой. Кстати, совсем забыл рассказать, что я решил все-таки сделать свою машину. И вот я ее сдавал в гараж. И мне ее починили немного. Короче, я решил ее пока не продавать. Решил ее сделать. И поездить на ней немного, а потом продам. Вот у меня было здесь ударенное крыло. Ребята сделали вообще все четко. Идеально. Офигенно. Сервисы. Профессионал. Ну, вот так мне, в принципе, замутили машинку. Найс, найс. Здесь была огромная вмятина от КамАЗа. Теперь это все выглядит аккуратненько. И бампер. Помните, бампер был ударенный. Теперь бампер целый. И здесь была еще коцкая. Здесь тоже, ребята, все сделали все четко. Короче, помыли еще машину. Вот. Получается какой-то автомобильный выпуск у меня. Этот. Немного, да. Но в целом. Пар, фары отбелили. Машина выглядит, стала чуть-чуть посимпатичнее. В общем, чуть-чуть поезжу. И потом продам. Фух, какой же я злой. Я вот пытаюсь не негативить, но я, короче, уже все сорваю. Короче, мне эта машина обходится просто золотые деньги. Я решил ее все продаю, такой все нахрен, все, 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 продаю. Потом нет, блин, не продаю, оставлю, оставлю, короче. В итоге я уже не знаю, сколько я потратил. Сейчас буду считать. Сейчас колеса еще нужно новые купить, чтобы пройти регистрацию, потому что по-другому не пускают. Я тут уже вижу магазин, у меня попадаются селл Эникар. Сейчас пойду ее продам нахрен за сколько купят и все. Я уже задолбался, я уже полдня просто езжу, ищу гребаные колеса. Сука, гребаные колеса ищу. Просто. Я проснулся сегодня просто в 6.40 утра. Полдня я езжу, мыл машину, но ее херово помыли. Внутри остался песок. Я просто, ну, я спешил там, я не смотрел. Как они так моют машину, я не знаю, но внутри остался песок, это раз. Второе, я потом ездил 2 часа, наверное, или 3, искал колеса. Вот, наконец-то я нашел гараж, где мне поменяют колеса. Сейчас поставлю все китайские за 280 дирхам за одно колесо. Просто так едешь там 300 за колесо. Там 330, 350 и доходит там 370 за китайское колесо. Вот нашел гараж, где колесо стоит 280. Я нашел еще один гараж за 280, но они сказали, мы можем привезти только через 2 дня. Вот, в общем, реклама. Сейчас, короче, надеюсь, поменяю колеса и еду проходить регистрацию. Надеюсь, что все пройдет гладко. Очень это надеюсь, что машина пройдет регистрацию, и я уже буду ездить официально на зарегистрированной машине. У меня просто нету сил. Даже не сил, у меня просто нет нервов, нету злости. Я не хотел, сука, негативить с этой машиной. Просто по-другому я не могу сказать. Это машина, у меня встряла 3, сука, с лишним тысячи долларов. И это все началось еще в мае, когда ее забрали на штрафплощадку. Короче, эта машина, вот эта машина обошлась мне 11 тысяч дирхам. У меня нет злости. То теперь она официально зарегистрирована. И еще такой момент. Конечно же, я сам допустил эту ошибку и дотянул до этого момента, что мне пришлось столько платить денег. Если бы я зарегистрировал эту машину вовремя, как это положено, в октябре 2020 года. У меня там было каких-то штрафов немного. Тогда были супертяжелые времена. Я не мог заплатить эту регистрацию и сделать. Обошлось бы где-то это около двух тысяч дирхам всего. Но я сам виноват, что я затянул, забросил. Полгода я платил, даже больше я платил за арендованную машину по 1600 дирхам месяц. У меня не было айдишки. И теперь, только сейчас я сделал себе компанию. Я сделал себе айди. Я снял новую квартиру. Короче, сделал банковские счета. И вот, наконец-то, я решил вопрос с машиной, которая обошлась мне очень дорого. Фух. Ладно. Я бы сам виноват во всем. Но я решил эту проблему с машиной. И, естественно, мне груз души ушел. Потому что, когда ты ответственный за что-то, ты это решаешь. Ну, вот новые колеса зато у меня есть теперь. В общем, если вы за что-то ответственны, доводите это дело до конца. Не откладывайте. Не уходите от ответственности. Потому что это обернется во многом хуже. Сто раз. Обернется в худшую сторону. Вот. Ну, а я? Я поехал. Поехал делать бизнес.